В общем-то, аэропорт в Пекине не особо сильно отличается от других аэропортов, где я был. И же коридоры, эскалаторы. Вот. Мы сейчас идем к терминалу нашей авиалинии Хайнан Airlines. Интересно то, что пока мы шли, мы ходили тут, искали как бы на терминале этот Хайнан. И в конце концов к нам как бы мы шли, и к нам подошла такая, ну как бы местная там полицейская. Говорит, вы типа потерялись? Я говорю, ну мы ищем Хайнан. Она говорит, ну вам вот туда вот, в ту сторону нужно идти. Вот. Либо они тут просто это как бы видят, что мы потерялись, потому что мы все-таки европейцы, выделяемся. Либо как-то по-другому заметно, но интересно. Так что все нормально, подсказали. Почти все. Более-менее минимально, но кто-то говорит на английском в аэропорту. Очень интересно, тут в аэропорту система контроля. Они запускают людей в такую как бы закрытую секцию, мажут их всех чем-то. А потом всех вместе запускают уже в здание терминала. И толпа побежала дальше регистрироваться. Вообще тут, конечно, сейчас 4-5 утра, а народу, конечно, много. Вот здесь вот рамки безопасности. Здесь рестораны. Мы прошли через кордон безопасности. И у меня в рюкзаке оказалась зажигалка. Оказывается, в Китае нельзя провозить в самолетах зажигалки. Пришлось ее выбросить. Наконец-то мы в Гуанчжоу. 30 градусов тепла. Мы стоим в очереди на такси. Такси здесь все по очереди. Тут все очень упорядочено. Подъезжает машина, люди подходят, садятся и едут дальше. Теплый ветер дует нам в лицо. Вот, мы наконец-то едем в такси. Такси тут работает по счетчику, но, как сказал Бодя, китайцы любят торговаться за все. Поэтому, конечно же, нам водитель сразу предложил выключить счетчик. И договориться за фиксированную цену, которая вообще-то где-то на юане, наверное, 100. Или на юане 50 выше, чем то, что пишут по ценам. Но мы пока договорились на 250 юаней и пока едем. Вот. Так понятно, что люди везде любят заработать. Заработать именно себе в карман, а не на дядю. Тем более не на налоги. Видно тут кассовые аппарации с чеком. Поэтому, наверное, то, что они зарабатывают по счетчику, им еще приходится отдавать. В этом смысле, конечно же, китайцы такие же, как и все другие люди. В этом смысле, как и все другие люди, которые мы должны обязательно обращаться. Вот с этой стороны и с той стороны. Вот это, кто и Паша. Наша гостиница. Как и все другие люди. Хотя.